Всем привет! Это Аркадий, мы в Канаде. Сегодня у меня великая радость. Мне прислали чемодан после поездки через неделю. То есть, представляете, я вылетал, это был вторник, я был в Греции, я с утра искупался, положил свои мокрые вещи в чемодан. И сегодня вечер понедельника следующей недели, друзья. Мало того, что в нем мокрые вещи, еще за день до этого я ездил на, как это называется, в спа, где мы купались в сероводородных ваннах. То есть, там еще половина вещей, которые я постирал руками, они все равно пахли тухлым яйцом, я надеялся, что я вылечу. Через сутки они будут в стиральной машине, но теперь у меня на руках чемодан через неделю с мокрыми вещами, с вещами после сероводородных ванн. Мне его страшно открывать. Давайте мы его откроем вместе, а я вам пока расскажу, что делать в случае, если у вас в дороге потеряли чемодан. Чисто внешне чемодан уделали, он какой-то стал, тут какие-то нитки из него лезут. Это абсолютно новый чемодан Samsonite, который, это была его вообще первая поездка, но, к счастью, не последняя. Надо проверить, что все ли в порядке. Поскольку авиакомпания ответственна также за целостность чемодана, у меня было такое, что приходили чемоданы разрезанные, без ручек, без вот этих вот штук, да. То есть, по идее, на это все есть гарантия, теоретически. Но, фактически, найти, скажем так, чтобы вам новый чемодан отремонтировали, и он был как новый, почти невозможно. Смотрите, в каком виде от него вот этот тег, да, лагич тег. Я не удивлен, что его нигде не могли отсканировать, и что он в итоге потерялся. Хотя здесь есть лагич тег дублер. Имейте в виду, когда вы получаете вот эти теги, сами регистрируете свой багаж в автоматах, наклеивайте их аккуратно, проверяйте, чтобы они нигде не слетели. Дублер обязательно наклейте. Если у вас чемодан в чехле, в кейсе, да, то есть, в таком тряпочном постоянном кейсе, то обязательно имейте в виду, чтобы внутри было что-то, что может вас опознать. И для меня это сыграло важную роль. То есть, когда мой багаж потеряли, я в аэропорту прилета сделал, это называется клейм здесь в Канаде, да, как по-русски сказать, заявку о том, что мой багаж утерян. И в этой заявке я указал, что внутри, что там есть мои эти теги, какого цвета полотенце мокрое лежит. То есть, все эти вещи я указал. Это очень-очень важно. Вот, друзья, что еще важно знать? Отвечает за доставку багажа последняя авиакомпания-перевозчик. То есть, в моем случае у меня был перелет Евровинкс и Люфганзой. Но, так как мой рейс опоздал, с Евровинкс на Люфганзу мой чемодан, естественно, не перекинули. А меня вообще поменяли на КЛМ. То есть, я должен был лететь из Мюнхена в Торонто. В итоге я летел из Мюнхена в Амстердам, из Амстердама в Торонто. Обязательно при вот такой смене рейса, смене авиакомпании, не делайте... Не только ограничьтесь электронной регистрацией на рейс, но и подойдите к стойке. Дайте им ваш номер багажа, багажной бирки, который у вас был. И, пожалуйста, убедитесь, что этот багаж вас зарегистрировали на следующий рейс. Следующая авиакомпания. Я это сделал, мне это в этот раз не помогло. Я думаю, что причины могло быть две. Первая причина, естественно, это смена авиакомпании. То есть, вот это была проблема. И вторая причина, это пересадка в Амстердаме. Друзья, посмотрите мое видео, вернитесь про аэропорт Амстердама. Для пересадок я его просто обожаю, этот аэропорт. Но у меня была пересадка всего лишь 1 час 5 минут. Наш предыдущий рейс на 15 минут задержался. Для меня перебежать с гейта в гейт этого было достаточно. Но, к сожалению, для моего чемодана недостаточно. И это уже не первый раз, когда у меня были пересадки около часа. Небольшое опоздание, все, чемодан не приходит. Но обычно где-то два дня задержка. Неделя это первый раз такое. Ну что, давайте откроем. Итак, друзья, после того, как ваш багаж задержали, вы можете приобретать необходимые вам товары. Конечно же, зависит от авиакомпании, какую сумму вам оплатят. В моем случае это KLM, и они достаточно щедрые. Почему они щедрые? Они говорят, что вы можете приобретать на любую сумму, но это должно быть адекватное количество товаров. То есть я купил, например, две рубашки, две футболки. Я купил нижнее белье, трусы, носки. Здесь вообще половина моих летних вещей. То есть мне реально нужны эти вещи. Это вполне адекватно. Я купил довольно много всяких там зубные щетки, крем и так далее. То есть все это мне было нужно в первый день, поскольку это все в этом чемодане. Вот, вроде бы все на месте. Здесь должны быть мои мокрые тапки. Так, мокрые тапки, мокрые плавки. Вообще, я вам скажу так, ничего дома не нужно сразу же нести в помойное ведро. Все вроде бы сохранилось. Видите, как я сделал правильно. Я всем рекомендую. Упаковывайте мокрое отдельно в отдельный пакет. Дальше. У меня здесь небольшая такая косметичка, ну с моими какими-то личными вещами. Здесь какие-то аспирины, нож, ничего не пропало, пластырь. Все на месте. То есть проверяйте, что все на месте. Вот такую чашку я вожу. Но, к сожалению, грязная. Она многоразовая чашка из старбакса, из-под кофе. Я себе заваривал в день вылета чай с утра. Вроде бы все в нормальном состоянии. Друзья, что касается техники. В багаже нельзя перевозить две вещи. Нельзя перевозить аккумуляторы. То есть если у вас есть отдельные батареи для подзарядки. И нельзя перевозить компьютеры. То есть это в багаже запрещают большинство авиакомпаний. Ну в моей ситуации это вот палка, да, с которой мы с вами делаем видеостабилизатор. Она на месте, все на месте, провода на месте. Я очень доволен. Здесь у меня кепки, протеин. Друзья, вот это я не буду даже распаковывать. Но чтобы вы знали, я был не в России, а я был в Греции. Но я там встречался с родственниками, с сестрой. И из России мы всегда в Канаду заказываем море таблеток, море лекарств. Многие спрашивают, можно ли вообще ввозить какие-то лекарства. Но здесь запас, наверное, на год. Из того, что мне привезли родные. Но единственное, конечно, желательно сохранять все чеки, все инструкции. Это должны быть средства, не запрещенные к продаже в Канаде. Ничего не тронули, там можно не придралась. Так, сигареты. Я не курю, но это очень важный момент. Потому что, когда вы летите из других стран, где сигареты стоят по 6 канадских долларов, а в Канаде 14 канадских долларов, всегда кто-нибудь-то у вас закажет сигареты. Можно ввозить один блок сигарет. Правда, это не мое. Я не курю. И вам курить не советую. Что еще ценного мне привезла сестра в Грецию? Это терка для корейской морковки. У меня была такая терка своя в Канаде, но я куда-то потерял один нож, который самый главный. И вот эту терку мне привезла сестра в Грецию. Из Греции она у меня летела в Мюнхен, потом в Амстердам, потом в Торонто. Сейчас она в Лондоне, Антарио. Все сохранилось на месте, друзья. Мыло, шампуни, все здесь есть. Я с собой беру кое-что в ручную кладь. Я беру маленький дезодорант, всегда маленький крем. То есть их можно проносить. Единственная глупость, которую я сделал, я не взял с собой рубашку. Поскольку мой рейс опоздал аж на 20 часов в общей сложности. Я сразу с самолета поехал в офис на работу. И как назло, в этот день у нас были какие-то гости в компании, какая-то делегация. Рубашки у меня не было. Мне пришлось потерять час для того, чтобы зайти в магазин, купить себе две рубашки. Эти две рубашки мне оплатит авиакомпания за утерю багажа. Я их тоже включаю на 50 долларов. Друзья, обычно я вожу с собой. Вот прям вот так вот у меня лежит копия паспорта здесь. Но я не брал в этот раз. Я не знаю почему. Наверное, это новый чемодан, и я просто не успел. Но у меня вот есть такие теги, да, где есть мое имя, номер участника и так далее. Не важно. Вот, здесь можно определить, что я являюсь участником программ Air Canada. Ну и здесь канадские железные дороги, да, тоже, что у меня статус преференс. То есть они могут обратиться в эти организации и найти меня. И привезла чемодан в итоге сюда Air Canada. Потому что в наш город KLM в принципе не летает. То есть они все равно договариваются с Air Canada. Все мои магнитики сохранились. Поездок, тадам! Вот. Ну и из интересного еще, что я вам рекомендую, это всегда брать в багаж, на всякий случай, с собой дополнительные шнурки, дополнительные переходники. И почему? Дело в том, что то, что вы вывозите в ручной кладе, вы где-то можете сонный заряжать, там, не знаю, на пересадке, в кафе, в ресторане. И легко забыть. Это со мной случалось неоднократно. Хотя я очень дисциплинированный путешественник. Видите, я еще обозначил проводки такими ленточками, да, то есть здесь изоленты, просто зная, что это хороший проводок. Но это уже личное дело каждого. Ну на этом разбор моих вещей закончим. Что я хочу еще раз повторить. Это может произойти с каждым. Поэтому помните, что первое. Вам нужно сразу по прилету в авиакомпанию заявить о утере багажа, если он не прибыл. Второе. Ждать. Позванивать в авиакомпанию. Вам дадут номер, карточку, вам дадут номер вашего дела. Поскольку онлайн на сайте информация обновляется не всегда так же быстро, как у оператора. Третье. Спросите у оператора, можете ли вы, и какая сумма, какую сумму максимально может компенсировать авиакомпания вам за одежду, за косметические средства и так далее. У меня был опыт с авиакомпанией Flybe, это по-моему бельгийская авиакомпания. Я тогда накупил там, я прилетел в Лондон, в Англию, накупил на 300 фунтов, они мне только 150 вернули. Но такие у них были правила. Я там дальше ругаться не стал. Четвертое. Не паникуйте, никому ваши грязные вещи не нужны, скорее всего, все придет в целости и сохранности. Я при вас не буду разбирать там свои какие-то рубашки, майки, трусы, носки. Самое ценное специально положил здесь в начале, для того, чтобы понять, все ли на месте. Ну и пятое, самое главное, не забывайте поставить лайки под этим видео, если оно вам понравилось. Подпишитесь на канал, если вы смотрите впервые. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всего вам доброго, друзья, приятных путешествий, пока!